Уважаемые студенты 4 курса, мы продолжаем изучение курса новейшая история стран Запада. На первой лекции мы с вами говорили о самом курсе, о его целях, задачах, хронологии, периодизации и начали разговор об итогах Первой мировой войны и об общих тенденциях развития стран Запада в послевоенный период и установлении Версальско-Вашингтонской системы. Сейчас мы с вами поговорим о существовании Версальско-Вашингтонской системы послевоенного устройства мира в международных отношениях 1920-х годов и еще вкратце отстроим вопрос научно-технический прогресс и развитие культуры в 1920-30-е годы. Что касается литературы к теме, то помимо той, что я вам рекомендовал в предыдущей лекции, есть еще, поскольку мы будем обсуждать вопросы международных отношений, есть дипломатический словарь разных лет издания в трех томах в моей библиотеке, это 1985-1986 годы издания, есть история дипломатии и есть издание, которое называется Европа между двумя мировыми войнами, а также вот те учебники по международным отношениям, которые я рекомендовал и которые, так сказать, более подробно будут представлены в силабусе, который будет загружен в систему универ. Так, и мы поговорим о Версальско-Вашингтонской системе, да, после военного устройства мира. Давайте некоторые даты вспомним важные. 11 ноября 1918 года было подписано Кампинское перемирие, завершилась Первая мировая война. 18 января 1919 года открылась Парижская мирная конференция, и она работала с перерывами чуть больше года, до 21 января 1920 года. В ее ходе было принято два важнейших документа. Это 26 апреля 1919 года был принят статус или устав Лиги наций, а 28 июня был подписан Версальский мирный договор с Германией. Как я уже говорил, затем в 21 году, 12 ноября, открылась Вашингтонская конференция, которая работала до 6 февраля 1922 года. И эта конференция была посвящена проблемам после военного устройства мира, но не в Европе, а вот именно в Азиатско-Тиффикенском регионе. Там отдельным вопросом рассматривался Китай, его положение послевоенное. Там Япония, так сказать, получила какие-то определенные преференции за то, что участвовала на стороне Антанта в этой войне. Там было решено договориться о сокращении предельного тоннажа, установках норм предельного тоннажа военного флота и так далее. То есть это очень полезная, интересная конференция. Но Советскую Россию, опять же, на нее не пригласили. Уже по традиции. Так, что происходит дальше в 20-е годы? Получается, что Германия после подписания Версальского договора стала фактически в Европе страной изгоем. И Советская Россия, которую никуда не приглашали, которая, так сказать, тоже не признавалась мировым сообществом, тоже была своей разной стороной изгоем. Так вот эти две страны встретились в городе Рапалло, это в Италии, 16 апреля 1922 года и подписали советско-германский договор. То есть эти две страны признали друг друга, нашли, что называется, друг друга в тяжелой ситуации. И после этого в Советский Союз из Германии, так сказать, пошла техника. В общем-то, очень много было поставок станков, машин, оборудования, каких-то там технологических решений. А, соответственно, в Германию из Советского Союза пошли лес, металлы, уголь и так далее. То есть, в общем-то, то, чем богат был Советский Союз и то, в чем нуждалась Германия, собственно говоря. Вот эта вот Рапальская встреча, Рапальский договор был подписан в ходе события, которое происходило неподалеку, рядом в городе Генуэ. Дело в том, что в 1922 году, с 10 апреля по 19 мая, проходила Генуэзская конференция по финансово-экономическим вопросам. И вот во главе советской делегации находился легендарный, знаменитый наркоман дел, народный комиссар по иностранным делам, так назывался министр иностранных дел, Георгий Валентинович Чечерин. А вот Чечерин как раз-таки и выехал из Генуи в Рапало. Туда прибыл министр иностранных дел в Веймарской республике, как тогда называлась Германия, Ратинау. И вот они подписали этот Рапальский мирный договор, советский-германский договор. А в Генуэ там для чего собралась конференция? Дело в том, что Советская Россия требовала международного признания. И кроме того, молодой советской власти очень нужны были деньги на индустриализацию, на то, чтобы выйти из разрухи послевоенной. И поэтому Россия, Советский Союз искали международных займов, искали признания. А Запад был согласен на все это, но только при условии того, что большевики признают довоенные царские долги и долги временного правительства. То есть еще до начала Первой мировой войны царское имперское правительство России должно было своим западным союзникам какие-то суммы довольно большие. В основном Франция. Франция была главным кредитором России. А вот буквально за полгода, чуть больше полугода, что временное правительство находилось у власти, так сказать, с марта по октябрь 1917 года, временное правительство набрало долгов больше, чем царское правительство за всю историю существования. И тоже западным союзникам. И вот, естественно, кроме того, большевики, придя к власти, вы понимаете, да, они же западные все эти, так сказать, банки, фирмы, предприятия, заводы, они же отобрали, национализировали. И люди на Западе потеряли деньги, акционеры потеряли деньги. Естественно, все хотели каких-то гарантий своей собственности, возврата, так сказать, своей собственности. Все это было предъявлено делегацией Советской России. Но советские экономисты, в свою очередь, подсчитали, какой ущерб был нанесен России Первой мировой войной и гражданской войной иностранной интервенцией, которая, так сказать, продолжалась после окончания Первой мировой войны. И выяснилось, что эта сумма еще больше, чем та, которую, так сказать, требовала от Советской России Запад. И поэтому страны, как бы, ни о чем не договорились, в общем-то. Но зато в ходе вот Геннадской конференции Чичерин съездил на дне к Вропалу и подписал очень важный договор. По 20-м годам еще важнейшие даты, это 11 января 23-го года, началась франко-бильдийская оккупация Рура. Это в ответ на отказ Германии платить репарации. Вообще, вопросы репарации о Германии, построения в долгах, это отдельный разговор. На лекции никак не хватит времени, это нужно на семинаре будет заняться, целый час, я думаю, этому посвятить. Но так или иначе, констатирую факт, Германия отказывается платить репарации, и Франция и Бельгия вводят свои войска в Рур, русский угольный бассейн. Вот это вызывает очень крупный кризис, и эта франко-бильдийская оккупация Рура была прекращена только в 1625 году. В 1924 году был принят репарационный план Даоса, а в 1929 году он был заменен планом Юнга. Оба эти планы названы именами американских банкиров, потому что Америка решила активно мешаться в процесс, потому что они поняли, что и их долги, которые им должны были, Англия, Франция, другие европейские страны, могут быть выплачены только тогда, как Германия сможет платить репарации. Там такую цепочку устраивали западные страны. Германия платит репарации Англии, Франции, Бельгии и так далее. А те, в свою очередь, платят из этих денег свои долги США. Поэтому США поняли, что нужно несколько восстанавливать германскую экономику, создавать ей условия для развития. Германские предприятия, билетные дороги и так далее, стали активно финансироваться американскими и английскими банкирами. И это подняло из руин экономику Германии. Но, правда, потом Гитлер, велиок власть, оказался платить какие бы то ни было долги прежнего правительства. Еще важный момент. 1925 год, 16 октября, с 5 по 16 октября, простите, проходила международная конференция в Лакарне, в ходе которой был подписан так называемый Рейнский гарантийный пакт Германии, по которому гарантировались западные границы Германии с Францией и Бельгией. И, наконец, в 1928 году, 27 августа, в Париже 15 стран подписали так называемый пакт Келлога-Бриана. Келлог – это государство США, Аристит Бриан – это министр страны, и в Франции. Вот они выступили инициаторами подписания такого международного факта, как его называли, «факт против войны». И вот, собственно говоря, на этом важнейшие события международных отношений 20-х годов завершены. О 30-х годах поговорим ближе ко Второй мировой войне, поскольку все, что после 30-х годов, так или иначе, подводило мир ко Второй мировой войне. Теперь поговорим о развитии науки, культуры, техники в 20-е и 30-е годы. Надо сказать, что в науке и технике важнейшие научные исследования проводились в области физики, химии, биологии, медицины. В начале 20-го года была изучена структура атома, полученный электрон, протон, позитрон, нейтрон и так далее. Открыты кванты. Началась, соответственно, разработка квантовой механики. Тогда же появилась теория относительности Альберта Эйнштейна, которая предлагала оригинальную версию понимания пространства, времени и движения. Вот уже в 30-е годы начались исследования возможности сочтения ядерной реакции и это привело к созданию в 40-е годы атомного оружия. Химики искали способы создания новых искусственных материалов, разработали способ получения синтетического каучуга. Велись работы в области генетики, особенно активно в Германии и в Советском Союзе. Больших успехов в медицинской сфере достигла микробиология и фармакология. Одно из важнейших открытий в мировой фармакологии это открытие первого антибиотика пенициллина. Он был открыт англичанином Флемингом в 1929 году. Ну и в 20-30-е годы началось массовое производство машин, механизмов, приводимых в движение электричеством или работающие на двигателях внутреннего сгорания. В промышленности все чаще использовались автоматические станки, конвейеры. Генри Форд на конвейерах собирался в изнаменитой модели. И в 20-е годы, 20-е века, началось регулярное пассажирское авиасообщение. В 20-30-е годы стало активно распространяться радио и возникло телевидение, которое станет массовым несколько позднее, уже после втором мировой войны. Появились первые образцы домашней техники. Холодильники, стиральные машины, электроутюги и так далее. То есть, жить становилось все комфортнее, все приятнее. И вот это вот течение социальное, когда люди покупали много бытовой техники, которая обречала им жизнь, стремились к покупке, поиску новых марок и так далее, получило название консюмеризм. Ту-консюм потреблять, консюмер-потребитель. То есть, это возникновение такой западной потребительской культуры, с которой мы сейчас активно сталкиваемся. Почему активно? Агрессивно очень реклама предлагает постоянно новые модели, чего бы то ни было, смартфонов, какой-нибудь техники, мебели и так далее. И, соответственно, вот эта культура потребления, культура консюмизма стала воспитываться на Западе еще с 1920-30-х годов. Что касается художественной культуры, то возникло течение под названием модернизм, современный, то есть само название подчеркивало современность этого течения. Надо сказать, что это не единое течение, оно распадалось на другие, такие как импрессионизм, постимпрессионизм, символизм, кубизм и так далее, и так далее. Очень много было художников-импрессионистов знаменитых Мане, Дега, Ренуар, Мане. Постимпрессионистами считались Ван Гог, Сезанн, Ольга Ген. И, надо сказать, что помимо импрессионизма очень активно развивалось течение под названием авангардизм. Это кубизм, фавизм, импрессионизм, супремантизм, футуризм, сюрреализм, и так далее. И здесь активный вклад внесли русские ученые начала 20 века. Василий Кандинский, известный Малевич, вы помните, что он написал свой черный квадратный мит еще в 1915 году. На Западе выдающимися представителями авангардистских направлений стали художники Павло Пикассо, Матис, Нольди и Сальвадор Дали. символом этого течения стала картина Пикассо Герника, посвященная памяти жителей испанского города, которые погибли при его бомбардировке немцами в 1937 году. Активно развивалась архитектура. Внутри возникло несколько новых стилей, таких как конструктивизм. Самым знаменитым мастером этого направления стал француз Ле Корбюзье. В литературе господствовали идеалы реализма. Многие писатели обращались к социальной тематике, критиковали капиталистическое общество, французы Рамен Ролан, Анатоль Франц, американец Теодор Драйзер и другие. После Первой мировой войны приобретает популярность литература так называемого потерянного поколения. Это Хемингуэй, Олдингтон, Эрих Море, Ремарк и другие. Контрольные вопросы я вам, ребята, передам по электронной по электронной мировой французы, ремида, в